всем привет как мы гладим кожаную юбку у юбки есть подкладка она как правило прикреплена по бокам и свободное пространство мы натягиваем на гладильную доску юбку без подкладки подкладку убираем разглаживаем чтобы юбка лежал ровно берем обычный лист из принтера ставим утюг на самую большую температуру на тройку и гладим по лицевой стороне через лист без пара стараемся утюгом не коснуться кожи потому что может остаться отпечаток что не очень красиво будет потом что если вы боитесь что утюгом заденете кожу лучше взять кусок ткани бязи хлопка однотонная без рисунка чтобы рисунок не пропечатался на коже чуть чуть надавливаем на утюг у меня утюг тяжелый я чуть-чуть надавливаю если утюг легкий можно чуть больше придавить сейчас у меня там подкладка лежит я ее выровняла кладем лист и гладим там где очень помятым можно чуть-чуть утюгом остановиться и придавить обязательно разглаживайте кожу чтобы она лежала ровно иначе могут быть складки сильно помята я здесь чуть-чуть придавлю и подержу утюг без пара пар может кожу испортить как любая вода в большом количестве сначала мы гладим одну сторону до шва разглаживаем затем другую сторону до шва разглаживаем там где у нас складки распрямляем обязательно подкладку и гладим сначала до бедра до бокового шва вот так а потом складки сюда и вытачки точно и здесь разглаживаем то есть вот таким образом саму резинку можно не гладить потому что резинка сама по себе собирают кожу и выглядит это гармонично получается ровненько очень все равно хорошо гладится также другую сторону гладим мяту юбку из натуральной кожи из овчины не важно из какой через лист обычный спринтер а4 либо через однотонную бязь чтобы она не пропечаталась бязь должна быть или хлопок должен быть гладким без текстуры потому что текстура может на юбке отпечататься у подкладки есть вытачки поэтому во время глажки вытачки нужно распрямить под юбкой если есть возможность поднять подкладку лучше ее вообще поднять распрямляем кожу и гладим на температуре тройка чуть-чуть придавливаем если у вас легкий утюг можно чуть посильнее надавить получается ровно линию боковую линию сначала гладим до линии бока вот так а затем с другой стороны тоже также распрямляем подкладку и тоже гладим до этой линии чтобы у нас сбоку не было складок поддавливаем нажимаем без пара пар может испортить кожу и получается очень ровно снизу подкладку можно приподнять и юбку прогладить без подкладки чуть-чуть придавливаем надавливаем вот это место сложно прогладить в один слой поэтому его проглаживаем так на молнию не заезжаем утюгом потому что молния с той стороны может пропечататься на лицевую сторону также гладим до шва разглаживаем сначала и кладем и низ тоже если он вот так вот борется у вас тоже можно его погладить к тому же низ изделие у нас проклеим клеем если если так не должно случиться но если он отклеится можно его погладить и он снова приклеится мы используем специальный клей для кожи ну все может быть поэтому рассказываю вам как с этим справиться и